Лаборатория нашего предприятия оснащена совершенно высокоточным оборудованием. Это необходимо для того, чтобы оценить качество производимой нашей продукции, так как требования к нашей продукции очень жесткие. Лаборатория необходима для того, чтобы подтвердить соответствие нашей продукции и требования к потребителям. Профилоскоп SWIFT PRO позволяет измерить детали, которые мы не можем измерить контактным способом. То есть детали, которые имеют резиновые, металлические уплотнения, например, или металлические шайбы, которые очень сложно измерить на других приборах, здесь видео-видеосъемкой мы можем померить достаточно с большой точностью их размеры. Это позволяет нам бесконтактным способом только визуально оценить их размеры и посмотреть. Это прибор используется в основном на входном контроле для измерения таких вот сложных деталей. Длинномер фирмы ЕКМ Германия. Длинномер назначен для измерения контактным методом наружных и внутренних размеров деталей с плоскими, цилиндрическими и сферическими поверхностями, измерения геометрических размеров колес подшипников, а также поверки и калибровки средств измерений, таких как эталоны, микроокадры и измерительные головки. Результаты измерения из этого прибора считываются с блока цифровой индикации и поступают в память персонального компьютера. Программа для обеспечения в процессе работы этого длинномера позволяет не только отображать результаты измерения на мониторе, но также проводить допусковый контроль, сравнивая результаты измерений с допустимыми отклонениями. Формировать и распечатывать протоколы измерений быстро и точно проводить юстировку и в процессе измерения позволяет легко находить точки эстремии. Также в оснащение нашей лаборатории входят такие приборы, как форма трестуров КГИ-800. Приборы для одновременного измерения размеров, формы и текстуры поверхности деталей. Приборы используются для измерения всех элементов геометрии поверхности с наименьшей погрешностью и в крощайшей сроке. В зависимости от длины используемой щупы, диапазон изменения этих приборов до 120 мм. Программа, которая заложена в программное обеспечение, позволяет рассчитывать радиус, отклонение от радиуса, расстояние между центрами ток, наклона одного прямой линейного участка относительно другого, линейное расстояние между точками. Программа анализа шероховатости поверхности. Принцип действия в принципе прибора основан на ощупывании датчиком поверхности детали, после чего сигнал от датчика поступает для обработки и преобразования в цифровую форму в электронный блок. И результаты измерения в виде профиля измеряемых поверхностей и числа назначений выводятся на дисплей компьютера и распечатываются. И передаются уже исполнителям в производственной цепи для дальнейших работы. Пределы допускаемых погрешностей на этих приборах очень незначительны. Пределы допускаемых погрешностей на примере изменения отклонения формы дуги окружности всего 0,04 мкм. Второй прибор форматолисурсовый интро предназначен для тех же измерений, что и предыдущий прибор, для измерения размеров формы и текстуры поверхности. Единственное отличие этого прибора в том, что он работает в ручном режиме, то есть настройки идут в ручном режиме. И в зависимости от длины используемой щупы диапазон изменения этого прибора составляет от 1 до 50 мм. Эмиссионный спектромикс. Предназначен он для того, чтобы мы могли определить химический состав стали, с которым мы работаем. То есть подшипник, подшипник стадий ШХ-15 имеет определенный набор химических рубаней. И, соответственно, с помощью этого прибора мы можем определить четко его состав. То есть превышения каких-то компонентов не должно быть. У нас есть модули, калибровочные модули, которые разработаны именно для этого состава. И с помощью этого приборочного набора мы сравниваем фактический состав с составом, который должен быть. Можно единственное, что еще сказать, что в среде инентного газа происходит искрение и раскладывается на спектр. И каждый элемент имеет свою длину волны. И, соответственно, таким образом определяется длина волны всех составляющих компонентов. И выводится формула их содержания. Твердости подшипника предъявляются очень жесткие требования. Поэтому твердость деталей подшипника должна быть 60 аминт, 65 аминт в ашерце. И прибор-твердомин предназначен для измерения твердости как на этапе входного контроля, так и в готовой продукции. Твердости подшипника предназначен для измерения твердости. Это микроскоп-электронный микроскоп, который позволяет ценить инфраструктуру металла, а металлографические исследования провести и металлические включения. Привор предназначен для измерения следующих партнеров. Это отклонение от области, отклонение от плоскостности деталей подшипников. Какой сточность? Он меряет сточностью до сотой доли микрона. Сотой доли микрона, то есть не микрон, а меньше. Значит, ну да. И интерфейс программного обеспечения позволяет распечатывать все данные, показатели, таблицы. Дело в том, что программное обеспечение позволяет рассчитать отклонение формы от номинальной чины. И, соответственно, оно выдает фактические значения, то есть измеренные значения в цифровом выражении. И мы знаем, какие у нас допуски на эти параметры. И, соответственно, можно сказать, проходит это кольцо или не проходит. Лаборатория – это термоконстантная зона. Термоконстантная зона, температура для того, чтобы мы могли проводить измерения, в лаборатории должна быть 20 градусов по Цельсию плюс-минус 2 градуса, то есть отклонение всего-навсего. Для того, что, так как здесь очень высокоточные приборы, высокоточные измерения, то лаборатория восхищена шлюзовой камерой. Пылеуловитель и, чтобы, опять же, не прогревалось. Здесь вот выставлена температура, которая должна быть оснащена при точно-вытяжной вентиляции и вот этой пылеуловлющей камерой. Также лаборатория освещена 3D-машиной фирмы полосводства Швейцарии «Рова». Она предназначена для измерения сложных поверхностей. То есть мы в основном здесь, на этой машине, используем ее для того, чтобы оценивать качество оснастки, которую изготавливаем здесь на предприятии для использования на собственном станке. Для того, чтобы оценить качество матери металла, то есть его микроструктуру, эта выготовка сначала режется, потом запаривается в пластиковую форму и после этого баллируется до определенного состояния. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРЯТ 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 Продолжение следует... Ну как, вам нравится вообще эта лаборатория? Мне очень нравится коллектив моей лаборатории. Мои коллеги, мои девочки, которые здесь работают замечательно. А сколько всего здесь сотрудников у вас? В лаборатории 6 человек. 6 человек работает. Из них, как правило, 2 человека работают в лаборатории, 2-3 человека ежедневно. Потому что ценность зависит от того, какая загрузка в лаборатории. И 2-3 человека работают в производстве, которое непосредственно проводит контроль. Инспекционный контроль выпускной продукции на рабочих местах. Плюс входной контроль продукции поставщика. Мы производим входной контроль. То есть это оцениваем качество заготовки, качество публикующих деталей, шариков, роликов и увлотнений. По сути, самое крутое по предыдущению компании. Самое главное. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!